С 7 ноября только родилась нас полиция. Вы представляете, с 7 ноября родились мы. Реально, только что мы создались, мы делаем очень много, мы прорываемся вперед. Я думаю, что сопротивление, конечно, будет. Система всегда будет сопротивляться. Задача то, что перестраивать, не перестраивать только как бы каждого полицейского, но и чтобы мы тоже, как полицейские, помогли перестраивать ментальность человека, понимаете? Добрый вечер. Здравствуйте. Я сразу хочу сказать, что у нас есть скайп, у нас такой формат на громадском. Вы были у нас год назад. Наверное, знаете, что любой телезритель может нам позвонить, задать свой вопрос. Звоните в громадские подкресления ТВ, задавайте свои вопросы. Возможно, у вас будут какие-то комментарии к Хате открыты для этого. Хате, это ваш первый такой большой прямой эфир. Мы очень благодарны, что это именно на громадском. У нас есть 45 минут. Да. И к вам очень много вопросов. Вот вы перед тем, как мы уже, знаете, готовились к эфиру, вы спрашивали, какой будет первый вопрос? Потому что, говорите, очень сложно настроиться. У вас середина рабочего дня, я сейчас знаю. Вот вам нужно как-то настроиться на прямой эфир. Мы вот готовились, спрашивали у ваших подчиненных, как вас между собой называют вообще. Ваших замов в том числе. Вот сегодня, знаете, переписывались. Меня называют Хате. Хате, знаете, еще называют, ну, не думаю, что ничего вот там такого вот удивительного. Вас называют Шефиня. Да? Я не знала. Да, вот так вот вас называют. Но и не более. По-разному вас характеризовали. Как? Интересно. Говорили, что вы очень жесткий человек. Да? Да. Жесткий, но не жестокий. Еще, знаете, я уже выдаю секреты. Не хотела их выдавать. Хотела их оставить чуть позже, когда уже будем говорить о самом реформировании. Говорили, что вам, знаете, ставят очень много палок в колес вот те вот старые генералы, старые милиционеры, которые, ну, очевидно, не хотят изменений, которые могут произойти в национальной полиции. Вы это вот чувствуете? Насколько сильны эти палки вам в колесах? Спасибо большое за приглашение. Извините, я знаю, что вы послали запрос за интервью, но извините, что вам пришло ждать, потому что иногда мой график не позволяет как бы вот так долго общаться с журналистами, но хотя я открыта для всех абсолютно. У меня никаких секретов нету, и тоже не нацполиция. Вы знаете, я очень люблю эту студию, я уже второй раз. Очень люблю вашу телепередачу, потому что я думаю, что вот какой-то дух Майдана здесь присутствует все-таки. Так что вот спасибо большое опять за приглашение. Во-первых, меня называют просто Хатя, потому что это реальное обращение, это мое имя, так что я даже не знала, что меня называют Шофиня, но приятно, давайте так скажем. Что касается, жестокая я или нет, вы знаете, ну, я думаю, что... Давайте так скажем. Иногда приходится принимать такие жесткие решения, иногда, да, приходится принимать неприятные решения, например, как человеку, как мне, потому что я даже могу так сказать, что я даже иногда могу быть недобры, потому что не нравится людям, потому что я глава национальной полиции. Что касается сопротивления, вы знаете, я бы так сказала, что это не сопротивление людей, это бы сопротивление системы, потому что вы знаете, что когда вот у нас были первые митинги, наверное, вы это помните, когда несколько там сотни человек собирались перед министерством внутренних дел, сейчас, кстати, находится офис национальной полиции, я как раз была в Соединенные Штаты, у нас был первый такой официальный визит, и они собрались, и просто они выражали свое недовольствие. Конечно, у каждого человека есть как бы право, чтобы сказать то, что он думает или она думает, у каждого человека есть право как бы выразиться как бы протестом и так далее, но я думаю, что система всегда будет сопротивляться, по крайней мере, вот такой этап, первый этап реформирования, я бы даже не назвала это этапом реформирования. Когда вот говорят, что реформа нацполиции, реформа нацполиции, с 7 ноября только родилась нацполиция, вы представляете, с 7 ноября родились мы, я родилась как новая украинка, потому что вот только 4 ноября я получила гражданство, и 7 ноября родилась нацполиция. Так что реально только что мы создались, мы делаем очень много, мы прорываемся вперед. Я думаю, что сопротивление, конечно, будет. Но дело даже не в сопротивлении. Вы знаете, что если я, например, как человек, я как, например, глава нацполиции и те люди, которые работают со мной, наша команда, я думаю, что у нас есть поддержка общества. Я думаю, что у нас есть поддержка обычных граждан, потому что они понимают, что надо создать реальную, вашу настоящую полицию, вашу оператора, тех людей, которые здесь стоят, тех людей, которые нас слушают. Потому что реально полиция это для всех. Полиция это орган, который защищает людей. Полиция это орган, который должен быть ориентирован на сервис, если вы меня понимаете. Потому что это важно. Кто кого видит человек, когда он выходит на улицу, когда у него есть проблемы, когда у него есть какие-то или мелкие, или большие проблемы. Где он звонит, где она, он звонит. Кому он обращается? Конечно, полицейскому. Да, конечно, полицейскому, потому что полицейский первый человек, который представляет государство. Поговорим немножко позже о восприятии, в том числе украинцев, именно полиции и реформы. Скажите, кто с вами разговаривал о том, чтобы назначить вас главой полиции? Как проходили эти переговоры? Сразу ли вы согласились? Вы знаете, очень многие журналисты спрашивают об этом. Как вы согласились, было ли это трудно? Да, меня представлял, как бы назначает кабинет министра с представлением министра. И вопрос такой, было ли это трудно? Конечно, это было трудное решение. Во-первых, я думаю, что это главное. Главная была моя проблема, потому что у меня сын в Грузии. У меня семья в Грузии, у меня сынка, которому сейчас 17 лет. Он заканчивает сейчас школу, вы знаете, он сдает сейчас экзамены в университет. Это вот такой самый трудный период для него, потому что он поступает, сейчас он в таком переходном периоде, понимает. Так что мне бы очень хотелось сейчас быть рядом с ним. Вот это было очень-очень важное решение и очень трудное решение, конечно. Это была единственная причина, по которой вы думали? Ну, конечно, я бы сейчас не сказала, что это была главная причина, потому что это очень трудно для меня. Я мать в первую очередь, я человек, конечно, да, и не бы очень хотела сейчас быть с моим сыном, но у нас сейчас, как он заканчивает школу, просто нам просто, мне не удалось его перевести вот здесь, я бы этого очень хотела. Ну, конечно, если бы сейчас я вам сказала, что я бы не думала, что это трудная работа, что это будут трудности, будут проблемы, сейчас я была бы неправой. Но я думаю, что это важно. Это важно, в первую очередь, это важно для нашего государства, в первую очередь, это важно для народа, которого сейчас нас слушают, и в первую очередь, я думаю, что это важно для всех. Потому что реально, если у нас получится, я думаю, что у нас обязательно получится, все у нас получится, то Украина будет иметь самую настоящую полицию. А полиция, это, как вам сказать, хребет безопасности государства, и это важно. И мне, вы знаете, что еще важно? Мне важно, что вот люди это понимают очень-очень такое. Когда вот я с ними говорю, общаюсь даже с сотрудниками, даже с сотрудниками, даже с теми сотрудниками, которые пока не прошли переаттестацию, да, понимаете? Я думаю, что для них это важно, и они все это понимают. Вот на эту должность долго говорили о том, что, возможно, будет Эка с Гулацзе, да? Эка отказалась. Были разные версии, в том числе кулуарные, почему она не захотела, кто-то говорил о том, что она просила себе максимальных полномочий для того, чтобы стать главой нацполиции. Официальная версия, она не согласилась. Вы, насколько вы тесно вообще с Экой общаетесь? Что она вам говорила? Я очень тесно с Экой общаюсь. Реально, мы с ней очень давно дружим. Мы вместе работали в Грузии, мы вместе проработали здесь, в Киеве, когда министерство начинало реформировать патрульную полицию, создавать патрульную полицию, давайте так скажем. И, конечно, я с Экой очень тесно общаюсь. Я думаю, что это личный вопрос Эки. Вы должны этот вопрос задавать Эке, почему она не согласилась, почему у нее были причины. Но я все равно очень горда и все равно думаю, что поддержка Эки очень важна. Мы очень много думаем, очень много работаем. И причины, почему были бы причины. Я думаю, да, конечно, были бы причины. Но я думаю, что это вопрос Эки. Думаю, что лично она должна отвечать на этот вопрос. Вы вот когда ехали в Украину, вы знали, что, может быть, вы с кем-то говорили, вы видели в перспективе, что вы можете какую-то должность занять. Потому что вы приехали в Украину, вы после того, как пришел Иванишвили, вы какое-то время были преподавателем, еще оставались в Грузии. И в Украину вы приехали, если я не ошибаюсь, в 2014 году. Правильно? Я была деканом в Кавказском университете в городе Тбилиси, деканом социальных наук. И я очень горжусь, потому что я очень люблю работать студентами. И я даже преподаю. Первая моя лекция была, когда мне было 23 года. Понимаете, это я начала преподавать в государственном университете Тбилиси. Так что я с молодежью работать очень-очень люблю. Так что после этого, да, в 2015, давайте так скажем, я 8 января, точно я помню дату, когда я приехала. Но до этого мы с вами, вот я в этом студии была, когда мы впервые с нашими друзьями и с моими партнерами, когда мы начали создавать лидерскую школу Капсулу. Это, наверное, помните и знаете. И я очень горжа, что эта школа до сих пор работает. И там очень много молодых людей, которые сейчас принимают очень много информацию. Им преподают очень такие нормальные лектора, знаменитые лектора. Так что я думаю, что эта школа оправдала себя. А что касается, думала ли я, что как бы я, меня будут назвать, я буду вот окажусь в такой ситуации, конечно, у меня не было. Вы знаете, было, да, когда ЭКО приехала, как бы мы приехали сюда, было у нас, вы знаете, что имплементатором программы патрульной полиции, вот это большой, большого проекта, вот международной технической помощи, это был проект США и сетап. И, в общем, я проработала году очень, правда скажу, с замечательными людьми. Мы проработали, мы там сделали концепцию, там патрульная полиция, занимались отбором, занимались тренингами, там вырабатывали учебные планы. Так что вот я тоже очень горжусь, что я проработала очень хорошими людьми, и у меня сейчас вот появились друзья и украинские, в том числе, конечно, с кеми вместе мы создавали вот патрульную полицию. А так я не думала, но вы знаете, это все было очень интересно, это было все очень как бы, это было огромное приключение. Я вам скажу честно, я вам скажу, что мы вот сейчас, как это вам сказать, это был первый этап огромного приключения, я думаю, что все приключение еще впереди, потому что у нас еще много работы, и у нас очень много работы. И вы знаете, можно я сейчас маленькую историю расскажу? У нас несколько дней тому назад приехала моя семья, мама моя, отец мой, мой сын, все мои родственники приехали, мы праздновали Новый год, Рождество, и журналистка спрашивает мою маму, что вы волнуетесь ли за Хатью, потому что она занимает такую должность и так далее, и так далее. И думаете ли, что как бы все будет, как бы все хорошо? Вы знаете, что она ответила? Она ответила так, что да, все будет хорошо, но без вас ничего не получится, вы понимаете, да. Ну да, она это правильно сказала, потому что без вас, без вашей поддержки у нас ничего не получится. По поводу поддержки у нас есть скайп-звонок. Здравствуйте, представляйтесь, пожалуйста, задавайте свой вопрос. Добрый день. Вечер, да, здравствуйте. У меня зовут Маси Наем, я, к сожалению или к счастью, брат Мастафы Наема. У меня вопрос самый главный, ну как бы тот, что заделал конкретно меня. На самом деле два вопроса. Есть некий человек, вы, наверное, знаете про него, это Такива, он, по-моему, сейчас в департаменте по борьбе с наркопреступностью, и недавно случился инцидент, при котором погибли человека, я понимаю, что никто не отреагировал, вы знали об этом, знал об этом министр Аваков, даже Мастафа об этом знал, никто не отреагировал официально, и у меня два вопроса в связи с этим. Не отреагировали, потому что это деликатный вопрос, и он связан с наркокультурой, как выражается Киева, и связан с тем, что это клубы, и вы просто не признаете электронную музыку, или же с чем-то еще. И второй вопрос, кто назначил Киеву, и когда его уволят? Это вот важные вопросы, потому что на них мы не получили ответы неофициально, хотя есть запросы Лещенко, и мы не получили никаких документов до сих пор еще по итогу этой проверки, хотя была куча нарушений. Спасибо, спасибо, Маси, два вопроса. Похож на Мустафу. Да, в первую очередь я хочу сказать, что если есть такие вопросы, которые связаны с внутренней системой нацполиции, у нас вы, наверное, уже информированы, и я думаю, что Маси тоже информирован, что у нас есть абсолютно новая система Департамента внутренней безопасности национальной полиции. У нас мы реформировали полностью концепцию Департамента внутренней безопасности. У нас там новый начальник Департамента, который очень хорошо разбирается в полиции, который очень мотивирован и очень реально, правда, как я и как вся наша команда, хочет, чтобы реально как бы все у нас получилось. Департамент внутренней безопасности, вы знаете, как бы оно больше не является такой карательной функцией, как было у Департамента. Я хочу, и мы хотим, чтобы у этого Департамента была функция, как бы, как сказать, чтобы этот Департамент был мостом между гражданского общества и аппаратом национальной полиции. Так что, если есть какие-то вопросы, которые связаны с внутренними вопросами национальной полиции, конечно, вот всегда и Маси, и все люди, которые заинтересованы, они могут обратиться в Департамент. Это раз. Второе. Что касается господина начальника Департамента, про которого говорит Маси, я бы так сказала, что переаттестация в национальной полиции пока не закончилась. Так что, после переаттестации я буду принимать уже эти вопросы. А как он стал вообще начальником Департамента? Вы, наверное, знаете, опять повторяю, что если есть какие-то вопросы, нужно обращаться в Департамент внутренней безопасности. Но вы, наверное, знаете, что все люди, сотрудники, которые... С 7 ноября родилась национальная полиция Украины. Все люди, которые работали до этого в Министерстве внутренних тел, они с 7 ноября были назначены на временные должности. И потом уже после переаттестации они будут переназначены на уже постоянные должности. Так что вот переаттестация по аппарату, центральному аппарату, переаттестация по Киеву и Киевской области. Вынужденное тоже информирование, что пока не закончилось, и где-то в конце января уже закончится. Так что вот такой мой общий вопрос, ответ будет таковым. А если вот конкретно такой случай, про который говорит Маси, я готова выслушать всех абсолютно. Я готова выслушать всех даже, например, давайте так скажем, менеджеров клубов или тех людей, которые заинтересованы. Если есть конкретные вопросы, если есть вопросы, которые касаются именно нацполиции, то, конечно, мы всегда готовы, мы всегда открыты. И наша, наша сила, в чем наша сила? Что мы открыты, и мы всегда говорим то, о чем думаем. Вы вот замахнулись на изменение такой огромной системы в Украине. Ну, наверное, как и в Грузии, всегда милиция ассоциируется с такой откарательной системой. Вы, наверное, знаете, а может быть не слышали, такой громкий случай, вы как в Радиевске маньяки, это группа милиционеров, которые изнасиловали девушку. Это было несколько лет назад в Украине. Вы меняете сейчас полицию в крупных городах. Очень много вопросов к нам приходило, в том числе, когда мы сказали о том, что вы будете сегодня у нас в эфире, о том, что будет происходить в районных отделениях милиции, как там это все будет меняться, в маленьких городах. Потому что, ну, большие города, понятно, это новые люди, а там это люди старые. Я расскажу просто очень короткий случай, свой личный, да, из своего личного опыта, который произошел в Киеве. Это по поводу мировоззрения, вообще мышления полиции, да. Я попала в один из райотделов, и люди, которые там работали, достаточно молодые, да. Первый вопрос был из них, они говорят, вы же понимаете, что тех милиционеров, которые били на Майдане, до сих пор за них никто не сел. То почему мы должны заниматься какими-то мелкими делами, с которыми я к ним обратилась? И второй был вопрос, который меня достаточно шокировал. Это Киев, это столица. Второй был вопрос от них такой. Они увидели мою аккредитацию АТО, журналиста, и вдвоем спросили, скажите, вы действительно верите в том, что на Востоке свои стреляют против своих? Этого не может быть. Вы что, думаете, что там россияне? То есть мировоззрение этих людей, оно не меняется и не поменялось. Как вы будете его менять, если это в столице? Что говорить о каких-то там мелких городах, в районах, более того, приближенных к линии фронта? Очень важный вопрос. Мировоззрение и поменять всю структуру, конечно, и личный состав. Мы, наверное, вот когда меня спрашивают, давайте так скажем, что начнем издалека, потому что это важно, чтобы я объяснила весь процесс. А когда меня спрашивают, например, нас спрашивают, что вы знаете, да, когда у вас это все закончится, когда у вас все получится, мы не верим, потому что вот есть причины, есть причины, вот, например, те причины, которые сейчас вы назвали. Вы знаете, я бы так сказала, что я это везде говорю, и хочу тоже вам сказать и нашим телевизорителям, что вот меня работа не беспокоит, потому что мы, я могу работать 24 часа, я всегда на работе, я всегда готова выслушать всех, но единственное, что меня беспокоит, единственное, что меня пугает иногда, это вот какой-то скептизм, понимаете, о людях, вот скептизм, как это говорят. Потому что вот люди пишут, люди говорят, люди как бы объясняют, что да, да, что-то меняется, но ничего все равно не поменяется. Почему мы начали процесс переаттестации? Масштабный, и как наши партнеры американцы называют, и канадцы, и все наши доноры, например, те люди, которые вот предоставляют техническую помощь, почему они называют переаттестацию революционной и очень масштабной реформой? Вы понимаете, что гражданское общество, вы, наверное, информированы, что есть комиссии, где сидят представители гражданского общества, кстати, ваш журналист тоже там сидел, и есть люди как бы с национальной полицией, да, это абсолютно как бы разные люди. И мы построили очень хороший такой вертикальный связь с гражданской обществом, потому что это важно, чтобы каждый человек, который представляет гражданство общества, чтобы понимал, что мы делаем. И когда вот наши партнеры говорят, что да, это масштабная реформа, да, это как бы революционная реформа, что вы интервьюруете, что есть собеседование, есть тестирование вот каждого человека. Почему это важно? Это важно потому, что мы понимали, каждый человек, не мы конкретно, а чтобы гражданство общества, чтобы вы, наши телезрители, понимали, как мыслит каждый человек, вы понимаете. Коротко переаттестация, потому что это важный процесс, чтобы вы тоже понимали, как гражданство общества вовлечено. Вы знаете, есть два этапа переаттестации, я всегда об этом говорю. Это первый этап, это тестирование, которое там пишут два вида теста сотрудники. Вы представляете, сотрудники бывшей милиции пишут тесты, тесты, которых никто не знает. Какие тесты? Это первые тесты общих навыков, потому что это тесты, которые мерят логику человека, как он принимает информацию, обрабатывает информацию и так далее. И второй профессиональный тест, который разбит на шесть направлений для следствия, для оперативных агентов, для административного стаффа и так далее. После этого, когда человек уже, как бы, мы знаем, и вот комиссия знает, какие баллы у этого человека, после этого комиссия вызывает его на собеседование. На собеседование, повторяю, что сидят. Я всех всегда призывала, что идите, пожалуйста. Да, вы критикуете полицию, да, вам не нравится, да, я понимаю, что есть и надо очень много поменять. Ну, идите, пожалуйста, и помогите нам, потому что это важно. И вы знаете, люди откликнулись, и я очень благодарна. Вот каждого человека, который сейчас сидит в комиссиях, и они очень много трудятся, понимаете, с девяти до шести они работают, у них собеседование. И они просто так не сидят и не слушают, просто они задают очень важные вопросы. И вот каждый сотрудник проходит через вот этого очень жесткого фильтра. Что еще дополнительно? Дополнительно, вот закончу, дополнительно еще у нас там полиграф. Если комиссия сомневается, что там человек, мы там не очень как бы уверен в себе, или человек неправду говорит, он комиссия может отправить человека на полиграф. И второй момент, у нас, у каждого сотрудника, каждый, я повторяю, они проходят специальный тест, израильский МИДОТ, который как бы мерит блага, как это сказать, честность человека и профессионализм человека, вы понимаете? Так что, переаттестатель, закончу, вот про вопрос. Мы дойдем до каждого райотделения. Вы представляете, что это значит? Мы дошли до каждого отделения, вот в Киеве, мы дошли до каждого отделения в области, мы дошли до этого. В аппарате мы протестировали, и комиссии, вот гражданское общество, вот было собеседование для каждого человека, вы понимаете? Вот поэтому эти люди вышли на улицу. И мы пойдем дальше, это важно. Мы, кстати, начали на Хмельницк. Я объясню вам, вот вы сказали, почему такой вот скептицизм. Я просто сейчас попробую объяснить, почему. И вот это будет такой вот блок из претензий, собственно, к вам. Я думаю, что вы его ожидали. Я кратко заявлю, что мы будем говорить дальше. У нас есть скайп-звонок, мы перейдем потом к звонку. Скептицизм. Вот за два месяца у вас три таких громких скандала. Первый – это Василий Паскал. Второй скандал – это сепаратистские настроения Савкина, по-моему, милиционера. И третий – это беркутовцы, которые якобы остались после переаттестации. Давайте скайп-звонок, а потом мы конкретно разберем каждые эти три случая. Здравствуйте, добрый вечер. Если вы еще с нами, пожалуйста, задавайте вопрос. Кратко очень не представляйтесь. Добрый вечер, Ромаш. Алло, вы меня слышите? Да, 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 задавайте вопрос. У меня кратенький вопрос такой будет Катии. По поводу основных показателей работы. Там в средствах массовой информации прошла такая информация о том, что основным показателем – это доверие населения. И вот эти все циферки, проценты, соотношение показателей, сравнение с прошлым годом, которое порой до смешного до такого доходило. Реально ли это все будет как бы отброшено и будут пересмотрены основные показатели работы полиции современной? Спасибо большое за вопрос. Они представились, правда. Да, очень, да, жалко. Очень важный вопрос. Вы знаете, в первые дни, когда уже родилась национальная полиция, мы отменили всю статистику. Потому что вот когда мы приступали уже к работе, я уже как бы села и поговорила с нашими ребятами. Вот покажите, что вы делаете. Вот было очень много статистики, да? Ну как вот статистика там раскрываемости, статистики это, статистики то. Мы отменили статистику. Вы знаете, что самое главное, самый главный показатель полиции везде абсолютно – это доверие населения. Помните, когда мы создавали, вот когда у нас родилась полиция, патрульная полиция в Киеве, все говорили, что вот что будет с патрульной полицией в Киеве. И когда уже независимые такие социологические службы уже пошли и просто поговорили с людьми, потому что есть такие службы, которые как бы мерят какие-то проценты, вот доверие или нет. Оказалось, что патрульная полиция в Киеве очень большое доверие, где-то 80 или 82 процента. Вы понимаете, что это самый главный показатель. Если вы помните, что у нас была концепция 100 дней, как-то моя личная концепция 100 дней, что мы собираемся делать вот в эти 100 дней, и после 100 дней, так что вот в первую очередь я бы так сказала, что первый самый главный показатель, и вот я уже отвечаю господину, что мы отменили статистику, самый главный показатель – это реально как бы доверие населения. И после 100 дней мы уже договариваемся с нашими европейскими партнерами, и они уже готовы это сделать. После 100 дней такие социологические опросы будут в каждом городе, которые там будут опрашивать население города, в каждом городе, вот это начиная с Киева, во Львове, там Днепропетровск, Харьков, даже в маленьких городах. И они будут как бы расспрашивать их не только о патрульной полиции, но они будут расспрашивать в целом. Что значит доверие? Почему они доверяют или почему не доверяют? Какие есть претензии? Доверяют ли начальникам, например, области и так далее, и так далее. Так что вот если мы получим, и я не думаю, что если, конечно, мы получим очень нормальную картинку, потому что это и будет самая нормальная оценка представителей национальной полиции на местах. Будет у нас картинка, и мы будем понимать, доверяет полиция граждане нацполиции или не доверяют. А самый главный механизм, как оценивать эффективную работу полиции, конечно, это доверие населения. Вы знаете, только что я вам говорила, что мы вернулись в Канаду, и у нас был официальный визит в США и в Канаду, и я лично встречалась с начальником полиции ОТАВы. Доверие населения у полиции в ОТАВы 95%. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что полиция там сервис реально. Это значит, что люди обращаются в полицию, и они точно понимают, что есть на них ориентированная полиция. Мы к этому будем стремиться. Опять, я могу, и доверие населения это раз. Второе, конечно, люди должны доверять каждому полицейскому, который будет работать на местах. Вы спрашиваете про маленьких городах, вы спрашиваете про селах. Каждый полицейский, не только керевники, которые занимают должности, то каждый полицейский. Участковый, например, инспектор участковый, который будет заниматься так называемым community policing. Потому что сейчас концепции community policing у нас нету, не было в Украине. Это значит, что человек, например, участковый, давайте так его назовем, в шире, или как хотите так и назовем, этот человек будет разбираться с населением, этот человек будет заниматься превентивной работой, этот человек будет заниматься с детьми, этот человек полицейский будет с родителями сидеть на родительское собрание, потому что у родителей есть проблемы, которые касаются детей в школах. Я это поняла. Это пока будущее. Давайте о настоящем. Я бы не сказала, что это далекое будущее, потому что я добавлю одну фразу. Давайте так скажем, что 2016 год для нас это, как сказать, трещавшим годом является. – Возвращаемся все-таки за два месяца вашей работы, о том, что я говорила до этого. Сегодня Генеральная прокуратура выложила документы по поводу тех беркутовцев, которые прошли переаттестацию и вернулись в ряды милиции. Более того, в документах, ну вы их тоже, наверное, видели, там была формулировка в порядке переаттестации. Как так получилось? – Я вчера уже дала об этом комментарии, я ответила. – Да, вы сказали, что это неправда. – Да, я ответила, и я то же самое могу сегодня повторить. – А документы? – Да, нет, я повторяю, и я к этому больше не буду возвращаться, что 7 ноября все сотрудники полиции, Министерство внутренних тел, которые, внутренних тел, они были назначены на временные должности, и после переаттестации они будут как бы переназначены уже на постоянную должность. Что значит переаттестация? Почему я объяснила вам всю эту процедуру переаттестации? Да, это тестирование, потом собеседование. Собеседование, где сидят представители гражданского общества. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что гражданское общество и журналисты, и там организации по правам человека, и там знаменитые люди, и нардепы, и все там, они сидят и просто как бы имеют собеседование с этими людьми. Так что повторяю, что те сотрудники, по которых говорила генеральная прокуратура, они не прошли переаттестацию, потому что назначение на временные должности национальной полиции Украины не является переаттестацией, процедура переаттестации. Процедура переаттестации присмотрена приказом, который, как бы, вот, как опять я повторяю, что это первый этап тестирования, и второй этап собеседования. Собеседования абсолютно с независимыми комиссиями, которые представляют и аппарат национальной национальной полиции Украины, и гражданское общество. Так что я этому не буду возвращаться. Мы опровергли эту информацию, я опять опровергаю эту информацию. Так что вот получилось как-то... Вы скажете, что это выдуманный скандал зачем? Кем выдуманный? Я не знаю. Я думаю, что вопрос... Я не знаю. Я думаю, что это ошибка, потому что те люди, которые просто, просто, вот, планировали... Ну, я не думаю, что это была такая притушевленная планировка, но я думаю, что те люди, которые, как бы, занимались этим, они просто не знали всю процедуру переаттестации. Они просто думали, что вот они назначены на временной должности, это значит, что они уже полноценные полицейские. Нет, полноценный полицейский. Человек становится тогда, и он принимает форму, он принимает присягу, он принимает, как бы, у него будет нормальная зарплата после того, как они пройдут уже полный, полный цикл аттестации, переаттестации. А полный цикл переаттестации, это занимается независимым, этим занимается независимый рекрутинговый центр. И вы знаете, что наши доноры помогают очень сильно, там работают очень квалифицированные люди, которые никакое отношение не имеют, кстати, к аппарату национальной полиции и к министерству. И второе, комиссии, независимые комиссии, которые принимают очень трудные иногда, мудрые, очень мудрые и хорошие решения. Я очень благодарна опять им. Так что я думаю, что этот скандал не будет, как бы, уже развиваться. Скайп, звонок, у нас есть опять вопросы. Телезрители, здравствуйте. Добрый вечер, представляйтесь, пожалуйста, и кратко задавайте вопрос. Вы в эфире уже, можете говорить. Не слышно. Хочу задать вопрос Хате. Хате, скажите, пожалуйста, вот месяц назад было несколько скандалов по поводу того, что теперешние уже новые полицейские раньше поддерживали, допустим, там, антимайдан или какие-то сепаратистские движения. Потом появилась новость о том, что теперь будут в Фейсбуке и, в принципе, соцсети полицейских проверять. А следите ли вы, например, или кто-то из ваших подопечных за Фейсбуками уже нынешних и теперешних главы департамента, в частности, того же Илью Киву, о котором шла речь? Ведь Илья в своем Фейсбуке, как глава департамента национальной полиции, позволяет себе лично оскорблять людей, которые ему комментируют фотографии, причем используя нецензурную брань. И лично вы общались в жизни с Ильей Кивой, с начальником департамента по борьбе с наркопреступностью. Считаете ли вы его вообще адекватным человеком? Спасибо. Спасибо вам за вопрос. Спасибо за вопрос. Да, был такой скандал, вы знаете, там по соцсетям патрульно-полицейских, и вы даже, наверное, информированы, тоже молодой человек, наверное, не знает, или я думаю, что он знает, что ряды полиции оставили. Мы уволили несколько человек, которые как бы постили так сепаратически, у них были сепаратические настрои. Вот это было в Одессе, да? Это раз. Что касается, если я, конечно, у меня нету время, чтобы следить за всеми, за фейсбуком, всеми начальниками департамента, просто для этого времени нету. Что касается вот отслеживания фейсбука и соцсетей, я всегда призываю общество, я всегда говорю, что если есть, как бы, например, такие моменты, сепаратические настроения, которые я лично тоже ненавижу, и как бы у меня вот от этого мурашки, то я думаю, что помогите нам, как бы отслеживайте, дайте нам информацию, и дайте нам, например, информацию, например, может, не лично мне, но и как бы департамент внутренней безопасности, который лично мог как бы заниматься теми сотрудниками национальной полиции. А что касается вот опять вопроса о господине, я бы так сказала, что все вопросы, которые как бы касаются там по личному составу национальной полиции, вот скажу еще одно, что переаттестация пока не закончилась, и последние итоги, и последняя конференция, и последнее, как бы, и назначение, и перезназначение, все будут вот в конце января. То есть вы ждете только переаттестации, но вы говорили, что вы опираетесь на общественное мнение, помним скандал с Василием Паскалом, чем это все закончилось, возможно ли какие-то кадровые решения? Это закончилось тем, что Василий Федорович Паскал, он сам как бы собственным рапортом оставил рейды полиции, ушел на пенсию. Илья Кива поставим все-таки на эти точку, потому что, видите, это очень многих, как оказалось, почему-то волнует. Вы готовы к каким-то кадровым решениям? Вы видите, что настолько общество реагирует. Если вы сами говорите, что вы ориентируетесь на доверие, для вас это очень важно. Конечно, для меня это очень важно, для всех. Для нас полиция это очень важно. На кадровые решения. Да, конечно. Опять же я говорю, что все вопросы, которые касаются наших сотрудников, внутренняя безопасность, которые занимают очень жесткую позицию, я очень благодарна им, потому что там Георгий, который сейчас глава департамента набрал, набрал очень хороших молодых людей. Кстати, молодых людей, которые работали в милиции. Он их искал, искал, искал и набрал очень хорошую команду. И реально сейчас они занимаются очень важными делами, давайте так скажем. Так что да, я готова для кадрового решения. Я думаю, что все, давайте так скажем, голоса от людей с общества будут услышаны. Будут услышаны. У нас есть еще один скайп-звонок. Наверное, вынужден сказать что-то на уже последний, потому что очень много вопросов еще осталось у нас к хате. Добрый вечер. Кратко, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый вечер. Представляете, кратко вопрос. Здравствуйте. Добрый вечер. Раз-раз. Не слышно. Нет, скайпа, да. По поводу Василия Паскала. Расскажите вот эту всю историю, как это происходило. Вы знали, кто он, что он, почему он назначен? Нет, не было никакой истории. Я бы так сказала, что это уже прошлое. Вы понимаете, давайте сориентируемся на будущее уже. Василий Федорович Паскал, он написал рапорт по собственному желанию и ушел на пенсию. Я думала, что это мудрое решение, и он принял такое решение. Так что вот на прошлое бы я бы не сориентировалась. Хорошо. Давайте все-таки поговорим теперь немного о вас. Кто ваш непосредственный руководитель, кроме Арсена? Вы знаете, что... Потому что статуты нацполиции вы подчиняетесь к админу. Да, это к админу. И это к админу через министерство. Давайте так скажем. Я почему, собственно, спросила об этом? Потому что не могу обойти вниманием вот такой вопрос. Арсений Яценюк, ваш непосредственный руководитель, самый главный, это человек, который назвал Михаила Саакашвили гастролером и приказал убраться из страны. Как вы вообще уживаетесь с ним, будучи тоже не из Украины? Вы знаете, я так скажу, давайте так скажем, что я не политик. У меня политических интересов в Украине нету, потому что я полицейский технократ, который занимаюсь своим делом, занимаюсь точно полицией. Я никакие политические процессы не буду комментировать, потому что реально как бы это вот есть и наша главная концепция, и самая главная концепция национальной полиции Украины, что полиция остается вне политики. Это важно, потому что каждый полицейский должен знать, что как и глава, так и каждый полицейский должен остаться вне политики. Так что политики, пусть занимаются политики, А мы будем заниматься полицейскими делами. У меня, исходя из этого ответа, два вопроса к вам. Первый вопрос, опять-таки, когда вы делали реформы в Грузии, у вас была поддержка Саакашвили. Здесь, в Украине, немножечко другая ситуация. Я не знаю, можно ли говорить о том, что Украина, знаете, страна двух гетманов, да, вы слышали об этом. Президент, не в непрямом конфликте с Яценюком, но все-таки, как бы, этот конфликт существует. Насколько вам работает и насколько существует поддержка у вас, исходя из такого конфликта, опять-таки, скажем, между президентом и премьером? Я дискомфорта не чувствую, давайте так скажем. Почему? Потому что реально полицейская реформа, это реформа, которую уже люди почувствовали. Вы уже чувствуете, вы уже увидите новых полицейских, люди уже видят, что вот есть переаттестация процесс, где гражданское общество вовлечено. И есть, как бы, понимание, что мы делаем, концепция, что мы делаем. И, давайте так скажем, что vision, что значит национальная полиция Украины, что делает наша команда, и что, как бы, какую позицию должен занимать каждый полицейский, какой должен быть каждый полицейский. Я бы так сказала, и вот в таком призме, что полиция, это часть, вот, как скажем, и общества, и власти, и что вот, которая консолидировала все общество, понимаете? И власть консолидировала, и общество, и людей, и все понимают, что иметь настоящую полицию, которая реально занимается и ориентирована на общество, это очень важно. Я бы так сказала. А то, что вы меня спрашиваете, если вы хотите такой прямой ответ, давайте, да, прямой ответ, давайте так скажем, что все у нас выйдет. Мы работаем, есть проблемы, будут проблемы, конечно, никто не говорит, что не будут проблемы, но мы эти проблемы будем преодолевать вместе с вами, конечно, вместе вот с теми людьми, которые реально сталкиваются и вот с нашей стороны тоже проблемами, потому что не бывает так, чтобы все люди, как бы, были довольны полицией. Не бывает никогда так. Но я думаю, что, и сразу я знаю, что последует следующий вопрос, что когда это, как бы, наконец, эта мечта будет сбиваться, когда это у нас будет настоящая полиция, как Атава, с большим доверием. Если бы я так сказала, что, вы знаете, вот через месяц или полтора, или даже через год вы, конечно, бы мне не поверили, и наши телезрители тоже бы мне поверили, потому что это реально невозможно. Для этого мы должны пройти очень долгий, очень трудный путь, потому что это реально очень важная работа, если вы понимаете. Но если мы будем постепенно, если мы будем постепенно вот идти и стремиться к важному вопросу, чтобы у нас была реально наша народная полиция, национальная полиция, я думаю, если мы будем делать все правильно, если у нас будет поддержка общества, если у нас будет поддержка с обычных граждан, которые просто понимают, что мы делаем, если у нас будет поддержка с наших партнерами, у нас очень большая поддержка, я бы так сказала, что через 3-4 года у нас уже будет очень нормальная европейская полиция с современными стандартами, потому что, вы знаете, когда мы спрашиваем, когда мы говорим о том, что да, полицейский должен быть таким, да, полицейский должен быть очень профессионалом, честным, потому что для меня честность это самое главное. Да, может быть у человека ошибки, даже у профессионала может быть ошибки, даже у меня есть ошибки, и у всех есть ошибки, потому что мы все люди, понимаете, если вы. Так что, если мы говорим, что мы требуем очень высокие стандарты от полицейского, да, И мы должны требовать, потому что это важно. Я требую, вы требуете как гражданка. А требуют люди, вот те люди, которые звонят, да, недовольны каким-то начальником департамента или там в общем работы полиции, то мы должны тоже обеспечивать полицию, если вы понимаете. Мы должны дать нормальную зарплату, и мы к этому стремимся. Мы должны обеспечивать формы, потому что это важно. Мы должны обеспечивать машиной, бензинами, потому что каждый полицейский должен знать, что в маленьком селе, где он работает, что у него будет бумага, что у него будет... Когда это будет? Потому что опять-таки вот из вопросов был сегодня, я помню, вопрос о том, что в каком-то там селе, да, не буду называть область, у полиции нет денег на бензины, поэтому на вызов они идут 2-3 часа. Когда это будет? Потому что это все, конечно, мы... Мы к этому стремимся. Я бы не сказала сейчас, что у полиции нет бензина, потому что я лично, я лично, я лично, я лично, у нас есть мониторинг, и мои заместители, и как бы у нас у каждого начальника области есть четкая команда, что средства, которые у нас есть, мы распределяем и распределяем так, чтобы полицейские обслуживали население Украины. Это важно, это раз. Скоро в каждом городе уже появляется патрульная полиция, если вы меня понимаете, так что это тоже важно, потому что вот они мобильные, да, вот что самая главная разница? Самая главная разница это тоже функциональная разница. Я не о концепции говорю, потому что по концепции они честные, они замечательные, они, может быть, да, у них есть ошибки, может быть, опять-таки же, потому что у всех есть ошибки, но реально они не берут деньги, и они знают, что такое достоинство, потому что у них нормальная зарплата, хорошая машина, хорошая униформа и так далее. И они выезжают, когда ГАИ стояла просто на блокпостах, когда они просто отнимали деньги у населения, и они просто, да, может быть, у них не было бензина, но они как бы не были мобильными, так что патрульная полиция выезжает на местах скоро, и как бы население довольное. Вы знаете, какая претензия к вам по поводу ГАИ, да, в частности в Киеве, и от водителя очень многих? Это в том, что убрали ГАИ, но в городе очень много аварий и очень много нарушений, когда люди просто вот на глазах пересекают двойную сплошную, и ничего им за это не будет. А когда было ГАИ, люди не нарушали? Я вам скажу, как было, когда было ГАИ, потому что я этот путь уже проходила, да. Просто люди знали, где стоит ГАИ, потому что они всегда как бы скрывали свои... Ну, это как бы фактура, ну, такая фактура, так что это все понимали, что просто они как бы в этих местах, где они стояли, где они скрывали, просто они просто ехали очень осторожно. Вождение, вот культура вождения, давайте так скажем, если я откровенно, потому что у нас получился очень откровенный разговор. Культура вождения не зависит ни от полиции, ни от гаишника, ну, бывшего гаишника, ни от патрульного полицейского, ни от хати, ни от полиции, ни от вас, ни от кого. Культура вождения и культура того, что человек должен сидеть нормально, что скорость контролировала, чтобы был ремень, чтобы как бы не сел за руль пяным. Это культура вождения, это зависит от менталитета человека, если вы понимаете. Так что, кстати, у нас очень хорошая программа, мы запустили, когда вот полицейские, патрульные полицейские, я думаю, что когда у нас будет уже реформа участковых, ну, инспекторов, которые занимаются на местах уже превенцией и community policing, они будут, и сейчас патрульные уже есть такая программа, они общаются очень много со школьником, вы понимаете, что там с детьми, с детьми там в пятом классе, в шестом классе, в седьмом классе, и они просто говорят, потому что это и есть образовательная работа, потому что каждый ребенок, как это сделает, как это в Штатах происходит, или там в европейских странах, потому что каждый ребенок знает, что есть правила дорожного движения, что мы должны соблюдать правила дорожного движения, и вот это есть как бы часть образования, ментального образования, да, так что постепенно, вот у нас мы запустили уже эти проекты, уже у нас будет еще много образовательных проектов, уже когда вот будет реформа как бы участковых и вот community policing, я как-то никак не могу перевести community policing на русском, будет уже как бы превенция, они будут заниматься с детьми, и я думаю, что постепенно эта культура вождения вот будет, вы помните, вот когда сейчас у нас был снег, мы очень, как национальная полиция, как бы предупреждала людей, что осторожно, пожалуйста, там есть места, где очень-очень надо осторожно ехать по зарулем, но все равно люди пяные сидели. Это другой вопрос, хотя один из последних, знаю, что уже мало, вы сказали, что вы технократ, да, вы это говорите не в одном интервью, читала ваше интервью, смотрела, вы можете меня поправить, правда ли, что вы в 14-м году все-таки баллотировались как политик в местную власть в Грузии, вы проиграли грузинской мечте, здесь вы в политику попасть, ну, пока не можете, потому что вы не проживаете здесь, да, 5 лет, как вы себя видите здесь, в Украине, возможно ли вы видите себя политиком через там некоторое время, и опять-таки про контракт ваш сейчас с национальной полицией, на сколько он лет? Это не секрет, что я баллотировалась, конечно, я баллотировалась, потому что реально для меня это было, я думаю, что это было важным решением, потому что я получила очень хороший опыт, я познакомилась с очень хорошими людьми, вы знаете, что я баллотировалась как мэр маленького города, очень маленького города, и после этого вот с этим городом у меня очень такие отношения, Потому что я с детства знаю маленький город в Восточной Грузии, где замечательное вино, замечательные горы и так далее. Это Восточная Грузия. И у моих родственников, у моей матери там очень тесные отношения. Так что я очень горжусь, потому что я получила огромный опыт. Да, в Украине я не хочу политику, потому что у нас есть огромная задача. А политика отнимает очень много времени, вы понимаете. Так что у нас огромная задача. Задача то, что перестраивать, не перестраивать только как бы каждого полицейского, но и чтобы мы тоже как полицейские помогли перестраивать ментальность человека, понимаете. Чтобы каждый человек знал, что он вот есть, честно, полицейский. У вас контракт на сколько? На 5 лет? Извините, про контракт. Это по закону, да, 5 лет. Да, по закону 5 лет. Так что, ну, я даже не хочу думать, что будет через 5 лет или так во время вот этого... Ну, в Украине все очень скороспешно, да. Поэтому 5 лет это очень большой, да, срок. Вы знаете, я даже, я бы так сказала, что годы, вот время очень сильно, как бы очень... 21 век. И как я даже уже не почувствовала, как я уже оказалась в таком возрасте в Украине. И вот у меня как бы уже вот сыну, вот ему уже 17 лет, вы понимаете. Так что время летит. Время еще будет быстрее летят, потому что реально мы занимаемся делом, если вы понимаете. Так что самое главное, чтобы мы понимали и с вами, и вы, и вот наши операторы, и те люди, которые в студии находятся. И лично я тоже понимала, чтобы вот ту поддержку, которая реально нам нужна. Вам, от меня, и мне, и там, как национальной полиции, и от вас, журналистов. У нас был последний вопрос в скайп. К сожалению, не успеваем их включить. Но я знаю, что вопрос касался Днепропетровска. Вы сразу же, может, проанонсируете, когда там будет патрульная полиция. Наконец-то. Уже воскресенье. Мы открываем Днепропетровск. У нас там будет 1100 патрульных полицейских новых. Они закончили уже учебу. У нас будет где-то около 100 экипажей. Это значит, что в каждом, как в Киеве, в остальных городах, что в каждой машине будет сидеть 2 патрульных. И я желаю удачи, потому что я знаю, что они сейчас волнуются. Я знаю, что у них очень много тоже, как бы, очень большое приключение впереди. Но я думаю, что все будет хорошо. Мы вместе будем преодолевать все ошибки, все проблемы. И все такие тяжелые даже моменты, которые у нас есть. Спасибо, Хатя, за интервью. Как говорится, отпускаем вас. Знаю, что мы уже перетянули ваше время. Я очень надеюсь, что мы вас отпускаем с настроением таким вот боевым. Я даже не почувствовала, как время пролетело, потому что реально это важно. Я думаю, что опять, я открыта для всех. У нас таких секретов, таких нет черных секретов, потому что это важно, чтобы мы были открытыми, прозрачными. Вот как сейчас проходит наша переаттестация, открыто, прозрачно. Кстати, приглашаю, вы можете посмотреть все ваши журналисты, все наши телезрители. Так что реально, я думаю, что все будет хорошо. Самое главное, чтобы вы поверили. Самое главное, чтобы люди поверили. Не как персонально, как, например, к хате, а персонально полицейским, потому что это важно. И когда у нас, когда мы, как сказать, у нас будет большая победа, потому что у нас впереди очень большая битва, да, это не будет успехом персональной хате или кого-то одного человека. Это будет успехом, большой успех государства Украины. Спасибо вам еще раз. Вам спасибо. Желаю успеха и нам в том числе.